вы помните мои ананасы когда они только расцветали вот я вам показываю сейчас они такие мне пришлось обрезать вот эти растения вокруг потому что им должно хватать света для созревания вот этот прям очень красивый 1 2 3 4 5 5 бриллиантов я им довольна этот еще малыш и здесь зреть другой ананас тоже где-то 45 бриллиантов ну что такое бриллианты вам понятно да вот эти вот ячейки они считаются как бы бриллиантами и высота в 6 бриллиантов это высокого качества ананас но вот многие ананасы из ориент из восточных стран они бывают по 12 бриллиантов высокие такие типа понимаете дикие у нас ананасы получились еще у нас цветет вот это красивое растение еще у нас зацветает алоэ очень красивое растение кстати я сейчас оторву себе листочек буду лечиться от диатеса а это дыня здесь у нас была редька дейкон а сейчас из-за зноя вот такой чахлый базилик немножко зеленого лука и дыня это роско он спрятался в тени ему гулять не очень хочется вот так сидит здесь в тени развесистой пальмы вот это манго зреют висят там как бомбы гроздьями могу собирать только те которые упали но они сразу идут в раб в обработку и вот где-то далеко в маленьком саду созрели манго наклоняясь до земли а так выглядит наше озеро с того момента как майкл наш верный друг и товарищ покинул нас перестал чистить озеро на своей лодочке она зарастает зарастает так сказать затянулась тиной гладь старинного пруда посмотрите зато у нас есть цветы очень красивые кувшинки кстати про майка мы не знаем как складывается его судьба но мы думаем что это все у него было временное его целью и задачей было купить лодку переселиться на нее и жить на лодке ну как вот как называется вот здесь все что ходит по воде на самом деле он конечно приобрел маленькую яхточку продал свой дом в надежные руки и на эти вырученные деньги он купил себе яхту где-то северной каролине и теперь он там живет на воде планировал так как мечтал потому что конечно он не обычный человек и неразрывно связан с водной стихией вода его питает энергией и вот очищая наше озеро или канал ежедневно выходя на своем суденышке и очищая в озеро от травы и водорослей кувшинок даже деревья он выкорчевывал и джонни ему помогал треком они вытаскивали деревья из озера он осуществил свою мечту когда озеро стало чистым прозрачным в нем отражалось синее небо цены на недвижимость у нас повысились наверное в полтора раза потому что каждый человек мечтает иметь дом с видом на озеро и я сейчас скажу сколько домов здесь продалось вот эти вот три дома через озеро один то вторую дом 3 они все были проданы новым хозяевам по очень хорошей цене ну цена 300 тысяч долларов такая вот за этот дом который мы сейчас наблюдаем таким образом мы обрели очень много новых соседей и конечно же вот на нашей стороне только майкл продал свой дом естественно тоже намного выгоднее продал он его чем он бы мог продать если бы здесь не было красоты нашей водной ну теперь когда он нас покинул озеро стало зарастать не знаю как это повлияет на цены ну по моему мужу тут все продали все что можно было продать можно теперь жить свободно кормить рыбу черепах и даже можно встретить аллигаторов таком озере пока мы с ними не встречаемся но мы слышим и голоса на озеро приняла свой естественный вид там только вдали где лиственницы сейчас я покажу здесь вот чистота поддерживается кто-то поддерживает чистоту я не знаю кто но на самом деле у джони есть все эти причин дал и чтобы чистить озеро такие подводные грабли с резаками которые подсекают водоросли ведь какие высокие водоросли стать водоросли это как раз пищевой ресурс для всех обитателей этих вот имеется ввиду черепахи ими питаются очень активно если их не прикармливать и там конечно рыбы разводится но рыба они никуда и не девались а вот только черепахи конечно были немножечко притеснены такой чистка сейчас все естественно все натурально все цветет флора может как можно сказать и фауна и всякие разные птицы стрекоза тигровая естественно это не видовое название я даже вообще не имею возможности сейчас бежать и рыться в определить их что это за стрекоза ну вот так вот на ходу мы даем название насекомым животным и растениям потому что эти названия сами напрашивать но как бы вы еще назвали эту стрекозу скажите пожалуйста ее по-другому не назовешь и возможно что ее видовое название так и переплик перекликается с моим спонтанным названием ветер прям не дает ей посидеть на этой былинке красотища тут две уточки отдыхают наши весла индакс свистуны чернопузые они сейчас семьями пара парами точнее парами они ходят по два человека там где-то вдалеке еще две утки гуляют вон их носики да это потому что у них наверное сейчас такой сезон ожидания потомства но когда уже потомство появится вы знаете что творится у нас на поляне выросли мы ждем нашего ландскейпера дэвида он такой интересный парень сплетник невероятный и все новости мы узнаем от него как-то он у нас от рук отбился видите у соседа все подстрижено сосед стриг вручную сам а у нас дэвид стрижет и он пока не появляется ждем вот так издали выглядит прогулка прогулочная зона мне очень нравится что у нас у русска появился свой сад открыл шей иại открыл шейнгий открыл шейнг холест – сад наши fires отдыхаем отдыхаем